Всем привет! В этом видео показан по шагу процесс создания вот такой интерьерной картины маслом. Интересно? Тогда оставайтесь с нами. Меня зовут Светлана и это студия живописи Oxylite Art. На палитре у меня следующие краски. Белила, лимонная желтая, кадми желтый средний, краплак розовый прочный, индиго, небесно-голубая, ультрамарин, изумрудно-зеленая. Делаю первый замес. Смешала зеленую с ультрамарином и разбавителем. Для работы вам понадобится холст грунтованный, размером 50 на 40 сантиметров, кисть щетина плоская, десятого размера, разбавитель. У меня масло льное для живописных работ. Намечаю темные участки ряби на воде. Где-то линии будут шире, где-то уже, плавно перетекая одна в другую. И передний, и дальний план мы пока намечаем одним цветом. Позже я передний план сделаю чуть темнее, а дальний план чуть светлее. И за счет этого появится эффект пространства. Музыка 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 Обращаю ваше внимание, что на переднем плане ячейки нашей зеленой сети будут крупными, постепенно уменьшаясь по направлению к дальнему плану. Таким образом мы создаем эффект перспективы. Если у вас не получится полностью скопировать форму ячеек так же, как у меня, ничего страшного. Главное понять этапность написания картины. Цветовую гамму вы также можете подобрать в соответствии с вашими предпочтениями. Например, сделать ее более сдержанной, монохромной. Мне же захотелось написать яркую, сочную работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, чем ближе к верхнему краю холста, тем меньше по размеру ячейки. В самом верху ячейки превращаются в совсем узкие глазки. В левом верхнем углу холста вода будет светлее, чем справа. И здесь я обозначаю лишь тонкие зигзагообразные линии. Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Дальше я в замес добавляю индиго. Цвет становится намного темнее. Затемняю кое-где передний план. Темные линии немного растираю, вплавляя в предыдущий слой краски. Как видите, пока ничего сложного. Справится даже совсем новичок в живописи. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Следующий этап. Заполняю пространство между зелеными ячейками. Делаю сразу три замеса. Небесно-голубой с разбавителем. Рядом к нему добавляю ультрамарин. А слева в замес добавляю белило. Самым светлым цветом заполняю внутренние контуры наших ячеек. Немного захожу на зеленый цвет, чтобы краски смешались и переход между цветами стал более плавным. Обвожу каждую зеленую линию голубым цветом. На переднем плане оставляю незакрашенный центр ячеек. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Корректор А.Кулакова 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 направлению мазков краски помогает передать фактуру изображаемого предмета. В нашем же случае вода лежит по горизонтали и соответственно краску кладем Следующим этапом заполняем внутреннюю часть ячеек краской из замеса с ультрамарином. На переднем плане синего цвета больше, на дальнем плане гораздо меньше. Там в основном голубой цвет подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше я еще сильнее высветляю границу перехода зеленого цвета в синий. Обвожу светло-голубым цветом зеленой линией и переход от голубого к синему плавно растушевываю, вплавляя один цвет в другой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше я в светло-голубой замес добавляю совсем немного карплака розового прочного и еще немного белил. Закрашиваю полученным цветом оставшиеся белые пятна на дальнем плане. Мазки совсем короткие. Стараюсь не оставлять незакрашенные участки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...